Это экстренное сообщение для всех инвесторов. Следующая неделя сделает всех, кто не побоится, миллионерами. То, что произошло на прошлой неделе и что уже назвали новым черным понедельником, это безумная редкость. Понедельник начался с минус 4,2%, что является катаклизмом для фондового рынка. И каким-то образом неделя закончилась положительно, с плюсом в 0,2%. То есть мы получили черный понедельник, но зеленый финал недели. И ты сказал, я никогда не видел ничего подобного в своей жизни. Да, я никогда такого не видел. Такое случалось всего 13 раз за всю историю S&P 500. Неделя после такого безумия исторически обычно является худшей неделей из всех оставшихся в этом году. И вот что обычно происходило в этих 13 случаях. 7 из них были красными, 6 из них были зелеными. Но самое важное это доходность. Средняя доходность S&P 500 в первую неделю после событий вроде черного понедельника с зеленым финалом недели отрицательна. Поэтому следующая неделя после нового черного понедельника, та, которую мы начинаем прямо сегодня, обычно является проблемной. Исторически средняя доходность в этот конкретный период отрицательная. Если вы посмотрите на один месяц после события вроде черного понедельника, то вы увидите, что 5 случаев из 13 красные, а остальные зеленые. Однако медианная доходность S&P 500 за этот период составляет 4,15%. Спустя 3 месяца после события 4 из 13 случаев красные, но медианная доходность еще лучше, 5,13%. А 12 месячный период просто безумен. Всего 3 красных случая. Но вот что самое интересное. Медианная доходность S&P 500 за 12 месяцев после события вроде черного понедельника составила 21,74%. Огромная доходность, которая в более чем 2 раза выше обычной. А значит хорошие новости в том, что если вы являетесь долгосрочным инвестором, то 12 месячный период после прошлой недели исторически очень-очень хорош. В 80% случаев вы получите зеленый цвет, а медианная доходность составит почти 22%. Это здорово. И самое приятное, что доходность становится лучше с каждым периодом, в течение которого вы остаетесь на рынке от 1 до 12 месяцев и дальше. Но единственной проблемой является следующая неделя после черного понедельника. А это та, которую мы начинаем сейчас. Она чрезвычайно волатильна, непредсказуема, а медианная доходность составляет минус 0,45%. Для фондового рынка это достаточно серьезно, учитывая его размеры. В сегодняшнем первом видео я рассказывал о том, что именно на эту неделю выпадает огромное количество важнейших событий. Как геополитических, так и экономических. И это совпадение поражает мое сознание. Но для трейдеров это здорово, потому что трейдеры любят волатильность. Но долгосрочных инвесторов я просто хочу предупредить о возможном крахе на этой неделе. Возможно она будет красной, возможно она будет наполнена повышенной волатильностью. И если эта неделя будет красной, это не повод бояться. Наоборот, это станет сигналом и предвестником очень хороших зеленых 12 месяцев впереди. Так что не стоит паниковать, если вы увидите крах рынков на этой или даже на следующей неделе. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. S&P 500 начал год с отметки 4740 пунктов. Первое полугодие он закончил на отметке 5277 пунктов. Это 11,3% роста. 10 с лишним процентов в первом полугодии для S&P 500. Это не совсем обычное явление. Такое случалось всего 23 раза за всю историю индекса. И каждый раз, когда это происходило, по статистике средняя доходность во второй половине года составляла плюс 10%. Но также интересно, что в этих 23 случаях именно август был худшим месяцем из всех оставшихся. До конца года. Это просто безумие. Он закрывался в минус, падая в среднем на 6%. Затем сентябрь плюс 1%. Октябрь плюс 2%. Ноябрь плюс 2,2%. Декабрь плюс 2,9%. И это означает, что исторически после отличной первой половины года, когда мы наблюдали более 10% роста S&P 500, август становился худшим месяцем. Затем наступает сентябрь и вечеринка начинается в октябре, ноябре, декабре. Об этом, кстати, говорил и финансовый аналитик Том Ли. Пока что в августе мы потеряли 3%, а в среднем это должно быть 6%. И я хочу, чтобы вы поняли, что август исторически является худшим месяцем в году. В том случае, если S&P 500 в первой половине года рос на более чем 10%. Крах в августе не обязательно отменяет тот факт, что октябрь, ноябрь, декабрь будут сильными месяцами. Поэтому, как долгосрочный инвестор, если вы действительно верите в это и убеждены, что это скорее произойдет, чем нет, вы должны накапливать. Особенно тогда, когда все очень боятся. Я накапливаю в августе, буду накапливать в сентябре, но уже чуть меньше. Вместе с ростом рынка я буду накапливать медленнее и меньше. Время для долларового усреднения на самом деле наступает именно в такие месяцы, как август. А не тогда, когда вечеринка уже началась и рынок каждый день обновляет новые исторические пики. И все возвращаются в рынок. Что касается снижения процентных ставок. В течение последних четырех циклов снижения ставки, когда ФРС США продолжала их снижать на протяжении некоторого времени, S&P 500 в это же время показывал годовую доходность всего 5%. Это примерно половина от обычного значения. Так что исторические рынки показывают себя на полсилы во время цикла сокращения. Но вот что самое интересное. Как только ФРС заканчивает со снижением ставок и говорит, хорошо, мы закончили. Мы закончили снижать эту процентную ставку. Рыночная эффективность становится абсолютно безумной. Спустя год после того, как ФРС США прекратила снижение ставки и завершила цикл снижения ставки, средняя доходность S&P 500 за последние четыре цикла составила 25,5%. 5% против 25,5%. Разница в пять раз. Все очень просто. Снижение ставок вводит деньги в систему. А деньгам в системе нужно время, чтобы стимулировать экономику и снова волновать рынок. Это не происходит сразу же после снижения ставки. Это происходит через несколько месяцев, 6 месяцев, 12, даже 18 месяцев. Но в какой-то момент все эти деньги, что неизбежно вливаются в экономику, накапливаются в ней и вызывают мощный взрыв, который происходит примерно спустя год после того, как ФРС закончила снижение процентной ставки. Так что если вы ожидаете, что снижение ставки ФРС США волшебным образом начнет ралли, это не обязательно произойдет. На самом деле, как мы уже говорили, это связано с состоянием экономики. Будет ли рецессия или нет? По сути, единственный сценарий, когда снижение ставки ФРС США может вызвать мощный рост рынка, это отсутствие рецессии, когда экономика великолепна и намного лучше, чем все ожидали. Но если экономика находится в плохом состоянии, у нас, вероятно, будет еще один год посредственных боковых движений или даже хуже, прежде чем снижение ставки ФРС действительно вступит в силу. Но зато спустя год после снижения ставки S&P 500 может показать 25,5% роста. Представь, что будет с биткоином. Какой рост покажет он. Так что в целом это просто предупреждение, чтобы вы не пугались, если эта и следующая неделя покажет какую-то новую катастрофу. Просто сохраняйте свой устойчивый курс, не паникуйте, усредняйтесь, действуйте по своему плану, накапливайте, трудитесь и все окупится. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok